Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать в урок биологии. Вот и подошел к концу наш непростой учебный год. Я думаю, в этом году вы узнали, что можно обучаться, учиться и узнавать много интересны, несмотря ни на что. При любой форме обучения, если ученик хочет учиться, он всегда найдет время и будет продолжать это делать в течение всей своей жизни. А теперь давайте подведем итоги. Мы в этом году с вами говорили о животных, о растениях, о грибах, бактериях, изучали строение, функции живых организмов. А сегодня мы с вами рассмотрим, как влияет природная среда на организм, на природные сообщества, каким образом охраняются территории, животные, растения и какие организации занимаются охраной растений и животных. Что такое заповедники, что такое заказники, что такое национальный парк, я сейчас перечисляю охраняемые территории, а также как человек может влиять на природу. Вот сегодня мы с вами начнем изучать влияние с экологических факторов. Наверное, вы встречались с такими понятиями, как факторы неживой природы, живой природы. Так вот, ребята, факторы живой природы называются биотические. Факторы неживой природы называются абиотические, а также мы рассмотрим с вами антропогенные факторы. Антропогенные факторы — это факторы воздействия человека на природу. Значит, к абиотическим факторам относятся свет, температура, влажность, каким образом влияют все эти факторы на растения и животные, что такое абиотический, что такое биотический фактор и как осуществляется взаимодействие между живыми организмами и какую роль играет человек. Сколько интересных вопросов, ребята. Значит, как я и сказала ранее, к абиотическим факторам относятся свет, воздух, вода, температура, почва, в которой обитают животные и растения. А вот к биотическим, вы видите название царства организмов. О чем это говорит, ребята? О том, что между всеми царствами живых организмов существует связь. Они все связаны между собой определенными взаимоотношениями. Допустим, если мы рассмотрим влияние света, как влияет свет на растения и какие разновидности растений мы встречаем? Наверное, вы обращали внимание, что есть растения, которые растут на открытых пространствах, им нужно много света. Они называются светолюбивые. Одним из таких светолюбивых растений является подсолнечник. Его даже назвали так, он растет под солнцем, ему нужно много света. Те нелюбивые, ребята, растения, которым нужно меньше света, и они могут жить в тени светолюбивых растений. А есть большинство растений, они называются тени выносливые. То есть им достаточно того количества света, которое попадает на листовые пластинки. Температура. Как влияет температура? Ребята, мы знаем, что растения тоже реагируют на изменения температуры окружающей среды. Значит, те, которые выращиваются в южных районах, которым много тепла необходимо, называются теплолюбивые. На них губительно действуют низкие температуры. А есть растения холодоустойчивые, они могут расти при низких температурах, при относительно низких температурах. И могут даже выдерживать приближенные к нулю градусов условия. Значит, повторим еще раз факторы среды. Абиотические, биотические и антропогенные. Давайте рассмотрим биотические. Посмотрите на два названия. Внутривидовые, межвидовые отношения организмов. О чем это говорит, ребята? Вы знаете, что вид – это совокупность особей, которые проживают на одной территории. Они сходно по строению, функциям. Значит, между животными внутри одного вида или между разными видами животных и растений складываются определенные взаимоотношения. И эти взаимоотношения могут быть разными. И мы сейчас с вами рассмотрим такое понятие, как цепи питания. Что это значит? Цепи питания – это значит, как организмы входят в определенные взаимоотношения и как они питаются. Давайте начнем с растений. Ведь растения – это главные составляющие производителей органического вещества, которые снабжают землю кислородом. И от которых начинаются в большинстве случаев все пищевые цепи. Значит, первое звено – это производители органического вещества. Посмотрите, вы видите здесь стрелку. Стрелка идет к растительноядным животным. Значит, что означает, ребята, стрелка? Стрелка означает, что данное животное питается растениями в обратном направлении. Вот эти стрелки обозначают, как происходит передача пищи и энергии от одного звена к другому звену. Посмотрите, я уже написала два звена. Один, два. Дальше вы видите, что от грызунов стрелка идет сюда, к лисе, может идти к хищным птицам. Вот, посмотрите. Значит, хищные животные будут составлять третье звено. Посмотрите, сейчас мы с вами уже рассмотрели три звена. Первое, второе, третье. Но вообще пищевые цепи могут быть не более четырех-пяти, потому что заканчивается количество энергии, которое передается от одного звена к другому. И, следовательно, пища. Значит, ребята, пищевая цепь состоит из производителей органического вещества растений, затем растительноядные животные, затем плотоядные животные или хищники, которых тоже может быть несколько. Значит, сегодня выяснили новое понятие. Пищевая цепь. Мы к пищевой цепи еще раз вернемся. Но все эти пищевые цепи, возможно, если есть природные сообщества. Что такое природное сообщество? Почитайте внимательно. Группа живых организмов, приспособленных к совместному проживанию на определенной территории, называется природное сообщество. И вы знаете, что все организмы в этих природных сообществах связаны между собой цепями питания, о которых мы с вами поговорили ранее. И экологическая система, единой совокупностью всех организмов и среды обитания, называется экологическая система. Значит, все живые организмы. А также все факторы, среда обитания, где они обитают, на лугу, в поле, в болоте и так далее, на болоте и так далее, образуют единую экологическую систему. Запомните понятие природное сообщество, экологическая система. Я вам сказала, что в пищевой цепи главная роль принадлежит производителям органического вещества, а в частности растениям. Основу любой экосистемы составляют производители. Давайте еще раз, ребята, с вами повторим пищевую цепь или пищевую сеть. Что такое пищевая цепь? Организмы в экологических системах, питаясь друг другом, образуют пищевые цепи. Посмотрите, сколько здесь звеньев. Давайте посчитаем. Первое звено, второе звено, третье, четвертое, пятое. Как вы видите, здесь пять пищевых звеньев, которые обеспечивают переход пищи и энергии из одного звена в другое. Биотические факторы могут быть разные. Здесь вы видите конкурентные отношения. Как вы думаете, за что могут конкурировать животные между собой? Здесь вы видите медведи, которые борются за территорию, животные, которые борются за пищу, за самку. Значит, все эти отношения называются конкурентными, где выживает сильнейший. Запомнили, конкуренция, вид взаимоотношений, когда организм борется за одно единое целое, за пищу, за самку, за территорию. Отношения хищник-жертва. Наверное, вам знакомо, когда хищник охотится за жертвой. Для чего? Конечно, элементарные цепи питания. Хищник-жертва. Это тип взаимоотношений, когда одно животное становится жертвой для другого. И у каждого из них есть свое приспособление. Посмотрите на льва. Его окраска, его тихий ход, когда он пытается преследовать добычу. Все это делает его незаметным. А у жертвы, следовательно, вырабатываются приспособления быстро убежать или стать незаметным на фоне той территории, на которой они обитают. Значит, еще одна форма конкурентных взаимоотношений – это хищник и жертва. Мы с вами рассмотрели организмы, которые называются паразиты. Что это за термин? Паразит – это организм, который поселяется на другом живом организме и питается за его счет. То есть не может жить самостоятельно, а живет за счет другого организма. Вы видите здесь животное или растение. Гриб, который поселяется на растении, таким образом растение погибает. Вы видите гриб-трутовик. А также вы видите животное, у которого, ну это могут быть и животное, и человек, и растение, на которых поселяются внешние или внутренние паразиты или бактерии и вызывают заболевание. Значит, если организм наносит вред, он является паразитом. Но не всегда отношения могут быть либо полезными, либо вредными. Иногда взаимовыгодные отношения, которые называются симбиоз, мы видим в природе, и они проявляются в очень интересной интерпретации. Посмотрите, как птичка чистит зубы крокодилу. Наверное, вы смотрели мультфильм, когда птичка подлетала и чистила зубы крокодилу. Это все взято из жизни. Многие мультфильмы, многие фильмы поучительные, которые вы смотрите, это все взято из жизни животных, растений, из жизни, в которой мы с вами находимся. Итак, ребята, взаимовыгодные отношения, симбиоз, когда животные приносят друг другу пользу, когда их отношения между собой, складывающиеся отношения, идут на пользу как одному, так и другому, или не приносят вреда одному из растений или животных. Запомнили, ребята, называются такие взаимоотношения симбиоз. Каждый из вас, наверное, слышал, что необходимо охранять животных, растения, необходимо охранять весь прекрасный мир, который мы видим вокруг себя. И если каждый из нас не будет следовать этому закону, то через определенное время исчезнут животные, растения. Что необходимо делать для этого? Во-первых, в 1948 году была создана определенная организация, Международный союз охраны природы, а также создана Красная книга, куда заносят редкие и исчезающие виды животных. В Азербайджане была издана, в 1989 году была издана первая Красная книга, куда заносят животных, которые стали редкими или исчезающими. Для того, чтобы сохранить все это многообразие, мы в начале урока сказали о том, что существуют охраняемые территории. Особо охраняемые территории или природные зоны – это заповедники, заказники, национальные парки. Почему они особо охраняются, чем они отличаются друг от друга? Допустим, заповедники – это огражденные территории, в которых запрещена хозяйственная деятельность, туризм, охота, вырубка лесов. И таких заповедников очень много на территории Азербайджана. Допустим, Казалагашский природный заповедник, где имеется 88 360 гектаров земли. И ландшафт этого заповедника является средой обитания, как вы видите, многих птиц, водоплавающих, болотных. Здесь вы видите пеликанов, ламинго, дрофу и очень многих животных, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Заказники. Заказники – это временно охраняемые территории, на которых частично разрешена хозяйственная деятельность, определенные исследования, которые не наносят вред животным. Хочу поговорить о национальных парках. Ребята, национальных парков в нашей стране тоже очень много. Это и Герканский национальный парк, который находится в Линкаране и Астаре. Это и Шерванский национальный парк, и Зангизурский национальный парк, который находится в Нахичеване. Но если мы будем перечислять, ребята, нам не хватит времени, потому что территория нашей страны, территория Азербайджана, настолько красиво, хороша, столько много заповедников, заказников, территорий, необходимых охранять, защищать. И сколько освобожденных территорий сейчас необходимо привести в цветущий, полноценный вид, когда каждый из вас в своем будущем, изучая районы Азербайджана, изучая растительный, животный мир Азербайджана, принесет пользу своей стране. Каждый из вас гражданин своей страны. И вся ваша жизнь должна быть направлена на благо своей республики, на благо своего народа. А для этого вы должны учиться. Учиться, и все в вашей жизни будет так, как вы задумали. Я желаю вам удачи. Я желаю вам приятного отдыха. Но не забывайте, что в следующем году вы снова вернетесь в школу. И поэтому свой летний отдых продумайте до мелочей, чтобы вернуться в школу полными сил и энергии. Я желаю вам удачи. Прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Здравствуйте, дорогие ученики шестого класса. Сегодня у нас с вами последний урок в этом учебном году. Что же мы сегодня с вами изучим? Для начала повторим пройденный материал, выполним обобщающие задания, а потом посмотрим, какое же задание я для вас подготовила на лето. Первое задание. Значит, здесь дан план местности и несколько заданий, которые мы с вами должны выполнить. Первое. Определить по плану, в каком направлении движется машина, если она, первая, направляется из пункта А в пункт Б. Посмотрим, пункт А в пункт Б. Мы всегда знаем, что вверх это север, внизу юг, справа восток, слева запад. Значит, если направление из пункта А в пункт Б, то это будет северо-восточное направление. Второй пункт посмотрим. Направляется из пункта Б в пункт А. Теперь наоборот. Направляется из северо-востока в юго-запад. Следующее задание. Здесь у нас с вами задача. Определите по плану, сколько времени потребуется человеку, идущему со скоростью 5 км в час, чтобы дойти от библиотеки до бассейна. Вернемся к плану. Вот у нас библиотека, вот бассейн. От библиотеки до бассейна 10 сантиметров расстояние. Откуда мы это узнали? Мы берем линеечку, измеряем каждый отрезок и складываем. Так мы сможем найти расстояние между библиотекой и бассейном на данном плане. Расстояние на сегодняшний день здесь 10 сантиметров. Теперь, зная масштаб 1 делено на 10 тысяч, мы сможем найти реальное расстояние между этими двумя объектами. Давайте решим вместе. Масштаб у нас в одном сантиметре 10 тысяч сантиметров. Переведем сразу это в метр, получится 100 метров. Мы сказали, что расстояние на карте или на плане равно 10 сантиметров. Правильно? Значит, это у нас будет 1000 метров. Как мы это нашли? Мы 10 умножили на 100. 1000 метров. 1000 метров это и есть 1 километр. Теперь посмотрим на условие еще раз. Нам говорится, что идущий человек, у него скорость 5 километров за 1 час. Переведем часы в минуты. 60 минут. Это будет у нас 5 километров. А за сколько же минут этот же человек пройдет 1 километр? Отсюда х будет равно 60 деленное на 5, то есть 12 минут. За 12 минут человек дойдет до бассейна. От библиотеки до бассейна. Следующее задание. Определите расстояние между пунктами А и Б. Возвращаемся на план А и Б. Снова берем линеечку. Измеряем. Расстояние между А и Б 15 сантиметров. Мы знаем масштаб, знаем расстояние на карте. Теперь решим задачу вместе. Значит, масштаб в 1 сантиметре 10 тысяч сантиметров. Расстояние на плане тире 15 сантиметров. Правильно? Теперь реально расстояние на местности должны найти. Давайте так напишем. Расстояние на местности тире х. Отсюда х будет равно. Значит, как мы это находим? Если масштаб 10 тысяч сантиметров, расстояние на карте 15, мы должны 15 умножить на 10 тысяч. Правильно? Умножаем на 10 тысяч. А потом переведем в метры. Получится 15. И добавим нолики. И получится 150 тысяч сантиметров. Теперь давайте переведем это в метры. Это будет 1500 метров. И последнее задание на этом слайде. В какой части плана находятся зоопарк и бассейн? Посмотрим. Найдем зоопарк и найдем бассейн. Вот зоопарк. Мы опять-таки с вами повторяем. Здесь север, юг, восток, запад. Зоопарк находится в крайнем левом углу. Значит, это будет северо-запад. Плавательный бассейн, посмотрим, находится в правом нижнем углу. Значит, это будет юго-восток. Следующее задание. Какое из изображений соответствует высказыванию? Давайте прочитаем и определим, какое же это изображение. Тропинка протянулась по лугу с северо-запада на юго-восток. Найдем северо-запад и юго-восток. Вот он северо-запад, юго-восток. Значит, тропинка пойдет в таком направлении. Так, значит, ищем какое-нибудь такое. Ага, вот здесь есть у нас с северо-запада на юго-восток, с северо-запада на юго-восток, и здесь у нас есть с северо-запада на юго-восток. Дальше. К северу от тропинки находится родник. Где из них, в каком из них находится родник? Только в пункте С. Вот он родник, а это поляна. Значит, ответ будет пункт С. А теперь посмотрим, какое же я для вас подготовила задание на лето. Ну, прежде ознакомимся с детским парком развлечений, а точнее с планом. Пример планов детских парков развлечений. Вы тоже в дальнейшем сами будете чертить план детского парка развлечений, но уже сами его будете создавать. Значит, здесь на фотографии изображена территория, на которой было решено построить детский парк развлечений. Видите, оно пустое. Здесь нет никаких объектов. И вам нужно ознакомиться с предложенными проектами. Размеры этой территории даны. Здесь, значит, тысячи метров на 500 метров. Размеры территории. Давайте ознакомимся. Вот этот макет у вас перед глазами, да, и план. Что здесь было использовано? Здесь использованы условные знаки, здесь использован масштаб. Чтобы вот этот макет изобразить на бумаге, вам опять-таки нужен масштаб и условные знаки, которые мы с вами уже прошли. Теперь, на севере парка будет сооружено много качелей и крюселей, вот в этом регионе. В центре разместится большой фонтан. На юге парка будет библиотека. Вот она, библиотека. Дорожки выложат плиткой. Вот эти все дорожки будут выложены плиткой. Будут посажены чинары, а под ними поставлены скамейки. В западной части парка расположат мини-зоопарк. Вот здесь западная часть парка, здесь будет мини-зоопарк. Теперь посмотрим, что же вам нужно для того, чтобы вы создали такого же типа проект сами. Значит, в первую очередь вы должны составить описание парка. Какого типа парк вы хотите сделать? Это будет парк развлечений или же парк какого-то другого назначения. Какие объекты вы бы выбрали из обоих проектов? Вот у вас есть в учебнике проекты, я с вами поделилась одним из них. Вы еще сможете найти еще несколько проектов по вашему учебнику. Сможете выбрать оттуда какие-то объекты или сами полностью придумать свой парк развлечений. Значит, первый пункт вы должны будете выбрать, какие же у вас объекты будут в этом парке. Второе. Чтобы вы вообще добавили в свой проект и в какой части парка разместили бы все эти объекты. После того, как вы выберете, возьмете идеи из проектов, которые у вас уже в учебнике есть и которыми я с вами поделилась, вы можете и свои идеи туда добавить или полностью весь проект обновить и сделать так, как вам интересно. Выберите условные знаки для объектов. Вот когда вы уже выберете все объекты, вам нужно будет в легенде написать, какие условные знаки изображают какой объект. Учитывая размер территории, определите масштаб плана. Вот когда уже у вас есть объекты, есть условные знаки, теперь вы должны определить масштаб. К примеру, вы будете чертить ваш парк развлечений, план вашего парка на А4. Значит, вы должны будете знать размеры А4 и размеры объектов, которые вы будете изображать. Поделив реальное расстояние на плане, вы сможете найти масштаб, который вы будете использовать в вашей работе. Учитывая стороны горизонта, разместите объекты на плане. Опять-таки, вы обязательно должны будете на вашем плане изобразить север-юг, направление севера и юга. Значит, условные знаки здесь важны, направления важны и обязательно важны масштабы. Выберите один масштаб. Учитывая стороны горизонта, разместите объекты на плане. Это было для того, чтобы мы смогли понять, где какой объект расположен на севере, на юге, на западе, востоке и так далее. И в самом конце, когда у вас уже будет готов весь план, в сентябре, когда мы вернемся в школу, вы презентуете ваши парки развлечений своим одноклассникам. Ребята, на этом все. Это был наш последний урок в этом учебном году. Всем желаю хорошего отдыха. Не болейте. Увидимся в следующем году. До свидания. Добрый день, дорогие ученики. Добро пожаловать на урок информатики. Сегодня мы с вами продолжаем изучение пятого модуля. Тема нашего урока – это табличные модели и введение в Excel. Для начала давайте поговорим о понятии, что такое табличная модель. Табличная модель, она показывает свойства объекта оригинала в таблице. Теперь рассмотрим пример, когда нам может понадобиться таблица. Допустим, мальчик хочет купить себе велосипед. Он собрал нужную информацию о различных моделях велосипеда. Теперь осталось только выбрать самый подходящий. Для этого он создал вот такую таблицу. Посмотрите. В этой таблице он указал название моделей велосипедов, а также его характеристики. То есть всех велосипедов он указал характеристики. Какие? Какой вес у каждого велосипеда? Есть ли багажник у каждого велосипеда? Какое его назначение? Нужен ли он для городской поездки или для загородных поездок? Также указал возраст, для какого возраста конкретный велосипед больше всего подходит. И также указал цвет, который есть в магазине. Давайте посмотрим и поговорим с вами о том, что такое ячейки таблицы. Ячейки таблицы, они находятся на пересечении столбца и строки. Ячейками называются отдельные клетки в таблице. У каждой ячейки есть содержимое, то, что в ней записано. Что касается столбцов. Как видите, столбец это вертикальный ряд ячеек. В каждом столбце нашей таблицы записаны значения одного свойства для разных объектов. Например, в этом столбце указан вес для всех этих велосипедов. В этой таблице указан, есть ли багажник для всех этих велосипедов. Теперь, как понять, какой из трех велосипедов наиболее тяжелый? Достаточно посмотреть на таблицу и сравнить все значения. По таблице мы видим, что велосипед модели Аист 10 кг, велосипед Турист 15 кг, велосипед Стелс 10 кг. Посмотрев на эти значения, мы можем понять, что самый тяжелый велосипед – это велосипед Турист, который равен 15 кг. Можем также выяснить, есть ли багажник у этого велосипеда. У самого тяжелого велосипеда есть багажник. Например, у велосипеда Аиста тоже есть багажник, а у велосипеда Стелс багажника нет. Что такое строка таблицы? Строка таблицы – это горизонтальный ряд ячеек. Таким образом, в одной строке таблицы целая текстовая модель, которая показывает список качеств одного объекта оригинала. В данном случае это Турист. Вот эта строчка показывает все его качества, какой вес, какой багажник. Как узнать, есть ли багажник у велосипеда Турист, Аист или Твистер? Опять-таки, просто смотрите на этот столбец и по столбцу определяете, есть ли багажник у этого велосипеда или нет. Теперь давайте с вами познакомимся с электронными таблицами. Что такое электронная таблица? По-другому их называют табличный процессор. Электронная таблица – это прикладная программа, предназначенная для организации табличных вычислений на компьютере. Самыми распространенными табличными процессорами являются Microsoft Excel и OpenOffice Calc. Посмотрите, вот перед вами интерфейс таблицы. Электронная таблица Excel. Любая таблица – это совокупность строк и столбцов, а их пересечения называются ячейками. Вот видите, сколько здесь много ячейок. Строки и столбцы в Excel имеют заголовки. Посмотрите, вот у нас здесь сколько столбцов и сколько строчек. И у каждого столбца есть свой заголовок. Этот столбец A, этот столбец B, этот столбец C, D, E и так далее. То же самое и касается строчек. Первая строчка, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Это все заголовки. Заголовки столбцов и заголовки строчек. Теперь давайте поговорим о том, что такое ячейка. Ячейка – это наименьшая структурная единица электронной таблицы, которая образуется на пересечении столбца и строки. Посмотрите, есть еще такое понятие, как активная ячейка. Что такое активная ячейка? Вот в данном случае активная ячейка является вот этой ячейкой. Есть активная ячейка и есть неактивная ячейка. Активная ячейка – это та ячейка, в котором есть курсор. Вот если посмотрим на название вот этой ячейки, посмотрите, она находится на пересечении столбца B и на пересечении строчки третьей она будет называться B3. Если мы заходим посмотреть адрес вот этой ячейки, она находится на пересечении столбца B и на пересечении строчки 2. Таким образом, адрес этой строчки будет B2. Давайте попробуем найти адрес вот этих следующих ячеек. Эта ячейка находится на пересечении столбца B и на пересечении строчки 5. Таким образом, адрес этой ячейки будет B5. Следующая ячейка, вторая, она находится на пересечении столбца D и на пересечении строчки второй. Адрес этой ячейки будет D2. Следующая ячейка, третья, она находится на пересечении столбца E и на пересечении строчки четвертой. Адрес этой ячейки будет E4. Следующая ячейка находится на пересечении столбца G и на пересечении седьмой строчки Адрес этой ячейки будет называться G7 Теперь давайте поговорим о том, что такое диапазон Диапазон это расположенный подряд ячейки в строке, в столбце или в прямоугольнике В данном случае, вот видите, вот у нас такой прямоугольник Давайте попробуем назвать этот диапазон Диапазон будет называться B2 и C8 Как мы определили его название? Первое, мы указываем адрес верхней левой ячейки Адрес верхней левой ячейки это B2 Второе, мы указываем адрес правой нижней ячейки Это будет C8 Он находится на пересечении столбца C и на пересечении строчки 8 Таким образом, диапазон вот этого прямоугольника будет B2C8 Таблицу мы можем записывать как текст, так же и число, но так же можем записывать и формулу Вот как записывать формулу, сейчас мы об этом поговорим Для начала надо выяснить, какие операции мы можем использовать в табличном редакторе Мы можем использовать операции сложения, вычитания, умножения, деления, так же возведения степень При помощи вот этих значков, которые показаны вот в этой таблице Это знаки операции Как будем записывать формулу? Допустим, у нас такая задача Надо найти сумму вот двух этих чисел В ячейке А1 хранится число 17 В ячейке B1 хранится число 22 Надо в ячейку C1 записать сумму значений ячеек A1 и B1 Как мы будем это делать? Для начала в ячейке C1 ставим знак равно Потом левой кнопкой мышки один раз кликаем на первую ячейку Потом ставим знак плюс Затем опять кликаем один раз левой кнопкой мышки, но уже на ячейку B1 У нас получается вот такая формула И нажав на клавишу Enter или вот на эту кнопочку На эту кнопочку Мы можем вычислить ответ Ответ будет у нас 39 Если мы хотим посмотреть То есть вот здесь будет записан ответ 39 Но если мы хотим посмотреть Какая формула была здесь выведена То есть как мы получили это значение Достаточно два раза кликнуть левой кнопкой мышки по этой ячейке Теперь поговорим об автозаполнении Автозаполнение очень удобно использовать в программе Excel Как мы можем его использовать? Например, нам нужно составить таблицу и в ней показать дни недели Для этого достаточно что сделать? Написать понедельник и потянуть маркером до нужной позиции Дальше достаточно написать, например, если мы хотим Сами вручную все это не вписывать по порядку Там, например, вот сейчас поговорили о днях недели Сейчас поговорим о месяцах Например, январь, дальше у нас идет февраль Чтобы это все вручную не вписывать Можно использовать автозаполнение Как мы это делаем? Мы выделяем одну или несколько ячеек Которые необходимо использовать в качестве основы Для заполнения других ячеек И перетаскиваем маркер заполнения до нужной ячейки То же самое касается и чисел То есть, если нам надо написать числа Мы можем не вводить их вручную Достаточно просто выделить нужные ячейки И перетащить маркер до нужной позиции Автозаполнение Оно используется не только для чисел и текста Но также оно используется и для формул Давайте рассмотрим пример Например, имеется таблица с наименованием товара Как видите И стоимостью за единицу продукции Необходимо сделать наценку на 20% Как это сделать? Достаточно написать в ячейке D2 Значок равно Один раз кликнуть левой кнопкой мыши на ячейку C2 И умножить на число 1,2 Дальше что надо сделать? Выделить эту ячейку И перетащить маркером до нужной позиции И все остальные наценки Уже эта таблица посчитает сама автоматически Точно по той формуле, которую мы указали в ячейке D2 Что мы сегодня с вами узнали? Давайте повторим Сделаем краткий обзор тому, что мы сегодня с вами прошли Во-первых, мы с вами прошли Что такое табличные информационные модели? Это модели, которые описывают свойства объектов-оригиналов в виде таблицы Любая таблица содержит данные в ячейке Каждая ячейка находится на пересечении строки и столбца Название строк указывают в первом столбце Название столбцов указывается в первой строчке Теперь давайте посмотрим на такой пример Что написано в ячейке в третьем столбце во второй строчке? На пересечении у нас мы найдем значение 8000 килограмм Таким образом, 8000 килограмм у нас весит вот этот динозавр Трицератопс Также мы сегодня с вами узнали, что табличная модель Она удобнее, намного удобнее, чем текстовая модель Только тогда, когда мы имеем дело с несколькими объектами оригиналов У которых одинаковые свойства На этом все, дорогие ученики Наш урок с вами завершается Вашим домашним заданием будет выполнить основные задания И также дополнительные задания на платформе На тему табличной модели и введения в Excel Все вам хорошего Берегите себя Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...